Добрый день, дорогие друзья! Вопросы, высказать свое мнение, ну или передать приветы. Все возможно. Ведь прямой эфир для того и нужен, чтобы вы, дорогие наши телезрители, как-то к нам обращались, как-то участвовали и принимали участие. Что ж, сегодня поговорим вот о чем. О здоровье, собственно говоря, о своем самочувствии. Лето, ну мне кажется, это та пора, когда хочется чувствовать себя легким, таким невесомым, здоровым. Как раз в этом, я думаю, помогут нам кисломолочные продукты. Все мы с детства знаем от наших родителей, от наших бабушек, что ряженка, молоко, сметана, кефир, они как-то способствуют укреплению нашего иммунитета. Правда это или нет? В чем способствует? В чем же не способствует? Как раз сегодня и выясним в нашем прямом эфире. Кстати, вы можете к нам звонить и рассказывать свои рецепты здорового питания, свои рецепты, быть может, каких-нибудь блюд, которые готовятся на основе кисломолочных продуктов. Все это возможно. 202-11-22. Кроме того, разыграем сегодня призы и подарки, конечно же, для вас, наши дорогие телезрители. Разыгрываем и билеты в театр, Самарская площадь, целых 4 билета. Поэтому смотрите, следите за эфиром и, конечно же, будьте в курсе всех событий, потому что если вы эрудированный человек, думаю, что вы справитесь с нашими вопросами. Что ж, представляю вам нашего гостя. Это эксперт по правильному питанию Анастасия Бодрова. Здравствуйте, Анастасия. Я так понимаю, вы нам сегодня как раз расскажете, чем же полезны кисломолочные продукты, как они влияют на наше самочувствие. Ну и, собственно говоря, знаю то, что бренд «Домик в деревне» проводит уже не в первый раз компанию «Время пить кефир». Вот расскажите, пожалуйста, об этом. Действительно, сегодня замечательная тема. Здоровая, летняя. Мы будем говорить про полезный напиток «Кефир». И уже не первый год компания «Домик в деревне» проводит эту акцию. Ну, значит, пока при этом добровольцы, их достаточно большое количество, около тысячи человек в этом году участвуют. Это обычные люди, которые следуют нашим рекомендациям. Две недели они должны пить кефир. Мы выбрали для этого время 8 часов вечера, собственно, поэтому акция так называется «Время пить кефир». Ну и, кроме этого, они должны соблюдать все принципы здорового питания, здорового образа жизни, заниматься физической активностью. И по результатам этой акции мы делаем анкетирование, просим людей заполнить анкеты и делаем анализ. Но я могу сказать, что по прошествии прошлой компании у нас были очень хорошие результаты, очень много было довольных, и более половины участников настолько понравилось это состояние, которое они получили, что решили продолжить эти рекомендации уже и по окончании акции. Хорошо. А как присоединиться, когда начнется эта программа? Эта кампания уже запущена, вы можете присоединиться. Более подробную информацию вы можете найти на сайте «Домик в деревне», там уже более подробно будут описаны все условия акции. Хорошо. Я наших телезрителей еще раз хочу привлечь к нашей сегодняшней программе «202.11.22». Расскажите, пожалуйста, свои рецепты, которые вы используете именно готовить что-то на кефире, к примеру, ну или, быть может, в каких-нибудь косметических целях. Я вот лично очень сильно люблю, так отстраняюсь немножко от темы, очень сильно люблю кефирные маски для волос. Я считаю, что это очень полезно, ну и, по крайней мере, волосы действительно для нас, для ведущих, которые сталкиваются с постоянным мейкапом, гримом, ну это действительно палочка-выручалочка. Так что вот, пожалуйста, вам, мои телезрители, такой секрет. Кефирные маски для волос способствуют, ну, какому-то такого заживлению, наверное, ранок. Что ж, я знаю, что диетологи считают, ну то, что и кефирные, и кисломолочные продукты очень благоприятно влияют на пищеварение человека. Так ли это? Да, действительно, я думаю, что если спросить у любого человека, какие, вы знаете, продукты, которые являются правильными, здоровыми, способствуют очищению, то, наверное, первое, что назовут, это, наверное, будет кефир. То есть об этом знают все. В чем же секрет, почему мы говорим о кефире? Нужно понимать, что кисломолочные продукты, название происходит, ну, собственно, в самом названии уже заложено. Ответ – это кислое молоко, то есть не сладкое, а именно кислое. Как вы думаете, почему? Кислое? Почему оно кислое, да? Из-за чего оно стало кислым вдруг? Ну, у меня первое, что приходит, потому что скисло молоко, нет? Ну да, оно скисло, но благодаря чему? Благодаря тому, что поработали бактерии, кисломолочные бактерии. В зависимости от того, какие именно поработали бактерии, мы получаем на выходе тот или иной кисломолочный продукт. В частности, для кефира должна поработать так называемая кефирная палочка. Многие думают, что кефирная палочка – это вот кефирный грибок, это такой вот какой-то один микроорганизм. На самом деле, это симбиоз, я бы даже сказала, симбиотическая колония бактерий, такая большая семья, которая очень так тесно друг с другом взаимодействует, и вот все попытки как-то выделить оттуда и произвести химическим путем оказались неудачными. То есть именно вот в таком виде она работает. И именно поэтому очень долго кефир оставался таким загадочным продуктом, мы очень долго не могли разгадать тайное его приготовление. И на самом деле здесь есть очень интересная история, у нас сегодня времени достаточно, я вам обязательно расскажу ее. И пользу кефира я бы разделила, наверное, на две такие составляющие. Это в первую очередь те свойства, которые, в общем-то, присущи обыкновенному молоку, да, это легко усвояемый белок, азиин, это жиры, которые также нужны нашему организму. И в составе также имеются витамины, витамин А, витамины группы В, 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 витамины группы В. И, значит, микроэлементы – это кальций, фосфор и немного хрома. То есть вот эти составляющие, они, конечно, приносят пользу нашему организму. Но именно благодаря тому, что происходит сквашивание молока, и поработали вот эти микроорганизмы, молоко приобретает некие особенные целебные свойства. Вырабатываются ферменты, которые стимулируют, в свою очередь, ферментативную активность пристеночного петелия. Все это способствует, ну, более лучшему пищеварению и усваиваемости этого продукта. То есть, опять же, двойная польза, скажем так. Да, польза как от самого молока и при сквашивании. То есть оно становится, можно сказать, более полезным для здоровья. Давайте поговорим про возраст. Кефир – это действительно ли тот напиток, который могут пить люди всех возрастов? Либо это, ну, не знаю, дети. Возможно ли… Не все дети, мне кажется, с особой любовью, особую любовь испытывают кислым продуктом, потому что действительно хочется что-нибудь сладенького. Не зря ли родители заставляют? Нужно ли детям? Ну, на самом деле кефир можно сделать и более кислым, и менее кислым. Действительно, большинство… Мы любим все-таки менее кислый кефир, и компания «Домик Деревни» производит именно вот такого качества. Он очень вкусный, я сама его употребляю уже давно. И не только кефир, а практически всю линейку этой компании. По поводу возраста. Значит, кефир как раз тот продукт, который можно рекомендовать в любом возрасте. И существует национальная программа по внедрению прикормов, она разрешает прием кефира с 8 месяцев. Но нужно понимать, что до года наши детишки должны вообще принимать специализированные молочные продукты. Они готовятся немножко по другой технологии. Ну, в принципе, это те же продукты, только берется молоко высшего качества, и там особенные требования по обработке, чтобы это было более безопасно производству. А так, пожалуйста, в любом возрасте, и те свойства кефира, про которые я говорил, они позволяют как раз назначать, скажем так, кефира людям с какими-то ослабленным людям, пожилым людям. То есть не напрягает наш желудочно-кишечный тракт, и поэтому можно его использовать людям в любых возрастах. Хорошо, то есть полезен всем. Я имею в виду для самочувствия, для какого-то... Ну, есть, конечно, некоторые особенности из болевания. Я думаю, об этом сами пациенты знают, и поэтому не принимают этот напиток. Все в меру, в любом случае, все с рекомендацией врача, как говорится. Ну, конечно, во всем нужна золотая середина, это тоже нужно понимать. Ну, оптимальное количество потребления кефира – это один-два стакана в день, спокойно можно принимать, используя для здоровья. Кстати, если возвращаясь к программе «Время пить кефир», сколько необходимо выпивать стакан? Это стакан кефира, да. Время мы выбрали 8 часов вечера. Так как понимаем, что кефир обладает вот такой легкоусвояемой, скажем, структурой, ведь под воздействием микроорганизмов крупные белки, они становятся более дисперсными, более мелкими. То же происходит с жирами. И поэтому легко усваиваться, и такой напиток не будет беспокоить ночью. Плюс к тому, что из-за того, что бактерии, которые образуют кефир, они выделяют небольшое количество спирта. Ну, я думаю, об этом все знают, и поэтому кефир обладает очень мягким и слабым, успокаивающим действием. Поэтому мы выбрали это время. Хотя, на самом деле, я считаю, что кефир – такой продукт универсальный. Его можно принять и утром, можно выпить в качестве перекуса в течение дня. Ну, и также можно выпить перед сном. Что ж, для наших телезрителей мы заготовили, как я уже сказала, несколько вопросов, ответив на которые, получите, конечно же, призы, заслуженные призы. Вот, к примеру, два билета на спектакль «Темная история», который состоится 6.06 в Самарской площади. Очень, кстати, веселая комедия, интересный спектакль. Отправляйтесь, конечно же, но для начала нужно ответить на вопрос. Кисломолочные бактерии, содержащиеся в кефире, открыл один из выдающихся российских ученых. Как звали этого ученого? Сразу дам подсказку. Он был лауреатом Нобелевской премии. Варианты ответа – Иван Павлов, Николай Бурденко или Илья Мечников. 202.11.22. Звоните, отвечайте. Два билета на спектакль достанутся вам, ну или первому, кто ответит и справится с моим вопросом. Подсказку еще раз напоминаю. Был лауреатом Нобелевской премии. 202.11.22. Кстати говоря, коль уж мы заговорили об истории, об открытии кефира, расскажите, пожалуйста, все-таки историю этого кисломолочного продукта. Я на самом деле очень люблю всякие истории, связанные с возникновением продуктов, с какими-то историями блюд. Но история кефира меня просто поразила. Это не просто история, это история любви. И она очень похожа на наш фильм «Кавказская пленница». Нужно понимать, что кефир зародился впервые на северных склонах Кавказа. То есть это не наш напиток изначально. И рецепт мы долгое время его не знали. Кефир завозился в Россию в очень маленьких количествах. Стоил он невероятно дорого. Продавался в аптеках. И покупали его в основном только для тяжелобольных людей. То есть практически как лекарство. И, конечно же, сотрудники молочной промышленности очень хотели добыть этот рецепт. И вот в начале 19 века молодая, красивая, умная девушка, звали ее Ирина Сахарова, отправляется на Кавказ, чтобы раскрыть секрет этого кефира. Она туда приезжает. И тут происходит интересная история. В древней улюбляется местный князь Байчаров, который имел большие угодья. У него было огромное количество скота, кстати, который поставлялся в элитные рестораны Франции. И, соответственно, он производил большое количество кефира. Я предлагаю вот на этом сделать пока такую запятую. Хорошо. Потому что у нас есть звонок от нашего телезрителя, который желает ответить на наш вопрос. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Марина. Марина, скажите, пожалуйста, вы любите кисломолочные продукты? Нет, я не люблю кисломолочные продукты. Не любите? Ни ряженку, ни кефир? Я люблю просто молоко. Просто молоко. Ну, я думаю, тоже в этом есть польза. Ну, быть может, тогда вы знаете немножечко о истории кефира. Кисломолочные бактерии, содержащиеся в кефире, отметил один... А еще Мечников. Мечников. Видите, даже не успела дочитать вопрос. Что ж, ну, я вас поздравляю. Вы действительно верно ответили. Два билета на спектакль. Темная история. Вам аплодисменты. Спасибо большое. Шестое июня. Освобождайте вечер. Отправляетесь мы вместе, ну, с каким-нибудь человеком, подруга, друг. Быть может, кто это... Кто-то будет счастливчик. И будьте здоровы, конечно же. Что могу сегодня пожелать, наверное, нашим телезрителям? Здорово, в программе. Давайте продолжим историю. Вот она приехала, познакомилась. Она приехала, познакомилась, и князь Байсаров не влюбляется. Вот, и, может быть, сейчас я глотушу. На этой водичке, конечно. Это так, чтобы нашему телезрителю было еще интереснее же историю услышать. Да, можно было на лифте эфир. Князь Байсаров не влюбляется и похищает ее по кавказским традициям. Она ее похищает, и разгорается страшный скандал, и дело доходит до суда. Но на суде Ирина Сахарова, значит, решает простить князя, и взамен просит у него большое количество этого кефирного грибка. Поэтому князь Байсаров вынужден был подарить ей. К тому же он подарил большой букет цветов. И она возвращается с кефирным грибком, который тут же внедряется, и буквально уже через месяц кефир появляется в гостиницах, в больницах Санкт-Петербурга. И через некоторое время уже начинают производить его в больших промышленных масштабах. И он появляется, переселяется из апсек в магазины, собственно, то, что мы сейчас на сегодняшний день видим. Поэтому для меня это была очень интересная история. Я говорю о такой любви, которая, возможно, вначале была несчастной. Неразделенной любви, но тем не менее. И я как-то с особым трепетом стала относиться к этому напитку. Хорошо. Что ж, я, конечно, понимаю то, что вы, так как человек, следящий за своим питанием, наверняка потребляете кисломолочные продукты. Но все же есть у меня такой вопрос. Какое ваше любимое лакомство? Вообще, открою страшную тайну. Я сладкоежка страшная. И всегда с этим боролась. Лакомство, ну, поскольку я диетолог, я, конечно, понимаю, что я могу позволить среди лакомств. Лакомства я позволяю те, у которых меньше жиров хотя бы, да? То есть это, может быть, мармелад, это, может быть, зефир, бисквит. Ну, и сегодня я расскажу рецепт сладкого кефира, фруктового кефира, который тоже можно назвать полезным лакомством. Хорошо. Спросила я не просто так у вас такой интересный вопрос. Дело в том, что с таким же вопросом обратились к жителям нашего города. Интересно узнать, что же у них самое популярное лакомство какое? Я должна ответить? Нет, я говорю, интересно узнать? Да, конечно. Давайте посмотрим, что же самое любимое лакомство жителей нашего города. Лакомство? Ну, вообще, я люблю очень бананы с молоком. Да, мне почему-то нравится такой коктейль. Вот. Ну, также я люблю овсянку, очень вкусную. То есть это для тебя лакомство? Да. Сладочку не люблю сладенького. Нет. Я мясо люблю. Если мясо сладкое, то буду есть сладкое мясо. Да я все люблю, все ем. Шоколад, например. А горький или молочный? Любой. Только в шоколад. Вот конфетки кругленькие, которые, я люблю их. Сладости. Сладость. Мармелад. Лакомство. Хороший вопрос. Вообще, сладкоежку люблю очень много сладкого, всего. Определенно не могу сказать что-то именно. Тортики, пироженки всякие. Ну, вон, пиццы я люблю. Так что, для меня новое было что-то. В свое время не было. А сейчас, вот видите, появляются новые блюда. А есть ли что-нибудь из сладкого? Ну, из сладкого сейчас. Раньше как-то вот Мишку я уважал. Это конфеты, шоколад. Да, сейчас их нету. Сейчас таких нет, чтобы по душе было. Что ж, ну а мы сегодня разговариваем о кефире, о кисломолочных продуктах, выясняем их пользу, ну и, собственно говоря, рассказываем вам о программе «Время пить кефир», которая уже стартовала, и которую, собственно говоря, вы сможете присоединиться, если зайдете на сайт «Домик в деревне», узнаете всю информацию, ну и, быть может, улучшите свое самочувствие, если будете следовать рекомендации. Что ж, мы немножечко уже обсудили, да, историю кефира, понимаем то, что, да, действительно, он, если смотреть на прошлый год, на результаты прошлого года этой программы, дает благие, скажем так, показания. А все-таки хочется спросить еще о здоровом образе жизни. Не только же кефир и все, это же не панацея, что необходимо делать, что необходимо есть, как необходимо питаться, вот какие-то такие правила, чтобы все-таки человек мог сказать «Я веду здоровый образ жизни». Конечно, мы, когда запускаем эту акцию, мы всегда говорим, что кефир – это обязательное условие, но, тем не менее, нужно соблюдать и все принципы здорового питания, а также заниматься физической культурой, спортом, активно двигаться, побольше бывать на свежем воздухе. И раз уж мы начали эту тему, я думаю, что, наверное, стоит повторить, да, какие-то основные принципы здорового питания. Многие, быть может, где-то прочитали и забывают, думают, да, со следующего понедельника начну. Да, поэтому мы сейчас прям быстренько пробежимся. Значит, что такое правильное питание? Во-первых, правильное питание – это разнообразное питание, как ни странно, может быть, это звучит, и многие думают, что если есть какое-то полезное блюдо, ну, допустим, там, не знаю, отварная куриная грудка, всегда сразу говорят, да, но если есть эту отварную куриную грудку с овощами каждый день в течение, там, длительного периода времени, это уже не будет правильное питание. Поэтому первое правило – это разнообразное питание, и в этом, конечно, помогают знания большого количества рецептов. И сегодня, я думаю, мы расскажем, что можно приготовить на кефире. И чем разнообразнее будет ваше питание, тем оно будет полноценнее, тем больше микроэлементов и макроэлементов вы получите, тем здоровее будете. Это первый принцип. Второй принцип, конечно, это питание должно быть частым. Потому что в современном мире, как мы сейчас говорим, в турбулентном мире, да, времени мало, мы в погоне всегда зачем-то, утром встали, выпили чашечку, бежали на работу, там, совещания. И только вечером мы можем что-нибудь себе посмотреть. Да, и только вот вечером мы вспомнили, что, ах, надо поесть, пришли домой, значит, наготовили сковородку там чего-то, сели, съели и спать. Соответственно, утром встаем, весы нам говорят привет. Поэтому, как ни странно, чтобы похудеть, да, потому что основной вопрос у диетолога, все-таки, как снизить вес, нужно есть. Нужно есть, должно быть три основных приема пищи и желательно два перекуса. Вот на перекус как раз замечательно подойдет кефир. Либо на первый, либо на второй. То есть после завтрака мы перекусываем и после обеда перекусываем до ужина. Да, это может быть после второго завтрака, потому что некоторый завтрак делится на два приема, именно я так советую. Либо, да, либо после обеда, между обедом можно там большой прием пищи. Что в перекус включается? Ну, кисломолочные продукты? Конечно же, овощи, конечно же, фрукты. То есть фрукты – те продукты, которые на перекус очень хорошо подходят. И минимальное количество фруктов, я всегда об этом говорю и на мастер-классах, это 300 грамм, то есть это примерно три средних каких-то фрукта, там яблоко, например, или груши, нужно обязательно съедать в течение дня. С этим усвоили. Частые перекусы, ой, часто прием пищи. Дробное питание, да. Ну и, собственно говоря, разнообразное пищи. Разнообразное питание, достаточное количество овощей и фруктов. Про фрукты мы сказали, про овощи. Их должно быть еще больше – 400-450 грамм. Да, но чтобы не, скажем так, не заморачиваться с весами, есть такой более простой, понятный способ – 5 в день. Это вообще, на самом деле, существует международное движение, то есть нужно в день съедать 5 порций овощей и фруктов. То есть, не знаю, там один огурец, одно яблоко. И даже были в свое время запущены мобильные приложения, которые отслеживали, сколько вы съедите. Слушайте, мобильные приложения, на самом деле, это что-то с чем-то, потому что, я так понимаю, что вода – это тоже включается. Да, есть. На самом деле, сейчас великое множество мобильных приложений. Да, пить воду у нас личный весь отдел на телеканале пьет воду по часам, скажем так, и действительно не забываешь. Поэтому мобильное приложение вам в помощь. Если хотите как-то отслеживать за своим питанием, то, я думаю, такое, что-нибудь интересное найдете. Ну, опять же, вам как на заметочку. Дальше продолжаем. Ну, продолжаем дальше. То, что мы сейчас сказали, в общем-то, достаточное количество воды. Здесь нужно понимать, что в жаркое время это количество должно увеличиваться, потому что мы теряем жидкость при высокой температуре. Ну, в среднем это 1 унция на килограмм тела, примерно 30 грамм на килограмм. То есть, ну, скажем так, в среднем человеку с массой 80 килограмм нужно выпить примерно полтора, там, 1,6 литра воды. Ну, собственно говоря, вот эти вот правильные, секреты правильного питания. Да, это секреты правильного питания, но... Но к здоровому образу жизни еще прибавляется же. Обязательно. Кискультура. Физическая нагрузка, и вообще это то, с чего я обычно начинаю. И для многих может быть удивительно, но я всегда, когда провожу какие-то мероприятия, связанные со здоровьем, я начинаю именно с этого, потому что с питанием как-то все более-менее знают, кто-то больше, кто-то меньше, но про физические нагрузки почему-то забывают. Не хочется. И рекомендации, да, стараются исключить. Но я всегда напоминаю о том, что это чрезвычайно важно, и даже некоторые специалисты, химики относят физическую нагрузку, как ни странно, к питанию, потому что происходят сложнейшие химические процессы, выделяются белки, выделяются энзимы, выделяются гормоны при этом. То есть примерно сопоставимо с тем, с процессом пищеварения. Поэтому двигаться нужно обязательно. Всемирная организация здравоохранения рекомендует 180 минут в неделю, это примерно 3 часа активной нагрузки в неделю для того, чтобы ваше здоровье было в норме. Есть у нас второй вопрос для наших телезрителей. Разыгрываем мы, опять же, два билета на спектакль «Запах легкого загара», который стоит в Самарской площади. 7 числа, 7 июня ждут вас на этом спектакле. Вопрос звучит так. В каком веке начали производить кефир в России? 17, 18, 19, либо 20? Ну, тут некая подсказочка была уже в начале, так что если вы внимательно слушали наши эфиры, я думаю, вопрос про кефир, вас ни в коем случае не затруднит. 202, 11, 22. В каком же веке начали производить кефир в России? Получите два билета на спектакль «Запах легкого загара». Ну, такой летний спектакль, я думаю, хочется отправиться уже, по крайней мере, судя даже по названию. Тоже замечательная комедия ожидает именно вас. Разобрались мы со здоровым образом жизни, разобрались с правильным питанием. Но в начале уже вы нам рассказали, не в начале, когда мы с вами заговорили о лакомствах, а рассказали, что действительно есть очень полезное и вкусное лакомство. Делитесь давайте, что же за лакомство. Вообще, много ли блюд можно приготовить на кефире? На кефире можно приготовить достаточно много блюд. И вообще, я считаю, кефир – это особо достаточный такой продукт, который можно пить вообще без ничего. Но когда надоедает, и мы говорили же… Потер яблочко в кефир, и вот тебе очень вкусно. Мы говорили, что питание должно быть разнообразным, поэтому, чтобы не наскучило, чтобы вы ели кефир, пили с удовольствием. Поэтому существуют различные рецепты полезные, которыми я постараюсь сегодня поделиться. Но первое, что приходит на ум, это, конечно же, в такую жару – это окрошка. И окрошку я называю такое блюдо-трансформатор, потому что можно сделать его очень легким, даже диетическим, можно сказать, который подходит для всех. И постепенно добавляя продукты, картофель… Колбасу, майонез… Нет. Я имею в виду, это уже усложняет, утяжеляет, да? Ну, конечно, да. Картофель, ну, вместо колбасы и майонеза я рекомендую творное мясо, курятин или говядина. То есть вы добавляете калории, и уже блюдо становится достаточно калорийным. Ну, самый легкий вариант – это, конечно, кефир, можно добавить немножко минеральной воды, тогда это будет более освежающий такой напиток, чуть-чуть соли, может быть, чуть-чуть перца и большое-большое количество свежей зелени, которую вы любите, можно покрошить туда немножко огурчика. И вот такую окрошку можно есть в течение дня и даже использовать как разгрузочный день, если в этом есть необходимость. Про сладкий кефир расскажу. Значит, основы тоже у нас качественные кефиры, которые производит компания «Домик в деревне». Добавляем все любые сезонные фрукты, которые у вас есть, ягоды, малина, клубника, то есть все ягоды, которые вы любите, ну, можно добавить немножечко сахара, можно добавить немножко кленового сиропа, если хочется более сладкий вкус, и вуаля. Ой, это уже вкусно, хочется, особенно в обеденное время уже вы прямо нас заставили что-то такое сделать, я имею виду, после эфира. У нас есть звонок от нашего телезрителя, здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Сергей. Сергей, очень приятно. Сергей, ну расскажите вы нам, вы любите ли кефир, любите ли продукты, готовить с помощью этого продукта? Ну да, люблю кефир песен, он очень нравится, он полезный. Полезный, что ж, молодец. Пять баллов тебе. В каком веке начали производить кефир в России? 17, 18, 19, либо 20? Началь 20 века. Началь 20 века, верно? Засчитываем? Засчитываем. Что ж, вы действительно правы, я вас поздравляю, билеты на спектакль «Запах», легкого загара, 7 июня вы отправляетесь, уже есть с кем пойти? Есть. Есть. Ну что ж, я вас поздравляю, ну и желаю, конечно же, здоровья опять, коль у нас сегодня такая интересная, здоровая программа. Продолжаем мы блюда о кефире. Я лично, к примеру, сейчас сезон шашлыков, и мне кажется, самое вкусное и самое безобидное, наверное, для фигуры, это курица, замаринованная в кефире. И это действительно очень вкусно, и шашлыки такие менее калорийны. Верна ли я? Ну да, за счет того, что кефир облатает небольшой кислотностью, да, и вот это вот количество спирта, количество кислоты действительно размельчает белок, и такую курицу можно приготовить на гриле. Но я вспомнила другой рецепт. Давайте. Я недавно была на детском празднике, мне очень понравилось, я всем рекомендую, я увидела такую вещь, обычно перед основным приемом пищи мы ставим какие-то закуски, и, как правило, они бывают очень сытные, сладкие, с сыром, с песочным тестом. А это была такая замечательная альбернатива, были порезаны морковь, огурец, перец, такими длинными ломтиками, немножечко наискосок, как лопаточкой. Все это, значит, стаканчик наполнен наполовину кефиром, ну, в кефир можно добавить немножко чесночка, немножко зельни тоже, и вот такие стаканчики стояли на столе, дети бегали, окунали все это в кефир, грызли, я считаю, очень замечательно. Вкусно и полезно, опять же. Вкусно и полезно, да. Ну, из рецептов пока все так вот, что первое приходит на ум? Думаю, да. Думаю, да. Ну, действительно, и так уж много, дорогие наши телезрители, имейте совесть, записывайте рецепты и, конечно же, применяйте их в своей практике. Такой вопрос, который наверняка волнует многих телезрителей, как же выбрать кефир, на что стоит обратить внимание, когда он приходит в магазин, срок годности, вздутая-неиздутая упаковка, расскажите, пожалуйста. Ну, конечно, я, во-первых, всегда ищу свои родные марки, которым доверяю, и в данном случае я выбираю компанию домик-деревни, потому что уверена за качество этой продукции, которую она производит. И второй момент, смотришь действительно дату изготовления, чтобы это был непросроченный продукт. Если продукт просроченный, как правило, может быть, измениться форма упаковки, да, она может быть вздута. Вот, что еще может быть смотреть? Ну, когда пишется кефирный продукт, нужно понимать, что там есть что-то, кроме того, что может называться кефиром. Кефирный продукт, то есть необходимо обратить на это внимание. Да, то есть кефирный продукт, это уже нельзя назвать кефиром. Возможно, это была термическая обработка, и бактерии тогда частично или совсем погибли, может быть, было добавлено еще что-то. Поэтому называется кефирный продукт. Это не значит, что это плохо, но если вы хотите именно кефир, то нужно покупать название кефир. А жирность как-то стоит выбирать, либо это уже личные предпочтения? Есть 2,5, 3,5? Я за среднюю такую жирность продуктов. Это 2,5-3,5%, то есть оптимальная жирность, при которой вы получите необходимые жиры, которые тоже также нужны организму. Но при этом избежите лишних калорий, которые можно получить с молочными напитками. Совсем обезжиренный кефир, то есть тоже лучше как-то его исключать, либо возможно? Ну да, когда мы понимаем, покупаем продукт, и в нем совсем нет жира, значит, мы лишаемся этих необходимых жиров, которые, в принципе, нам тоже нужны. Группа жиров – это такая же необходимая группа продуктов, как мы говорили, и фрукты, и овощи. Поэтому какое-то количество жира, оно необходимо для организма. Поэтому я за вот такую среднюю жирность продуктов. Вы как раз рассказали то, что кефир есть кефирный продукт. Как же производится кефир именно настоящий? Раскроете ли мне секреты? Ой, это отдельная история, такая же большая, наверное, интересная, как и история самого кефира. И я сейчас вспомнила, что Россия вообще имеет такое уникальное право на производство кефира. Ведь если вы бывали когда-то за пределами России, вы, наверное, замечали, что кефира, в общем-то, сложно найти в магазине. До того, как вы не сказали, я не заметила, а сейчас действительно как-то там есть какие-то таны, айраны, ну, я имею в виду продукты, которые… Таны, айраны, да, йогурты очень распространены. Йогурты, да, но вот именно кефира. Канада и Япония еще имеют право по лицензии, они производят кефир. И, конечно, традиционно таким советским продуктами я бы назвала кефир. На самом деле процесс приготовления достаточно сложен, не так прост, как некоторые думают. И те, кто пробовал в домашних условиях приготовить какие-то кисломолочные продукты, они наверняка столкнулись с тем, что есть очень много всяких моментов, которые нужно соблюдать технологических. И вот недавно сын подарил йогуртницу, я, значит, стала пробовать готовить различные кисломолочные продукты, в том числе кефир. И вот малейший какой-то там подул сквозняк, передвинула пару раз, на холодильник, не дай бог, поставила, то есть вибрация мешает, температуру не то выставила, все, продукт не получается. А когда это производится в больших таких масштабах, конечно, процесс еще более усложняется. И процесс приготовления кефира, он наиболее длительный. То есть если йогурт можно приготовить, например, за 6 часов, то для кефира требуется времени уже в два раза больше. Оказалось бы, да, с кислым молоком и все, ну, как многие думают. Да, то есть это, конечно, не просто кваши, это более, здесь очень сложный процесс. Ну, если говорить про технологические какие-то стадии, значит, первая стадия – это у нас нормализация молока. Молоко приводится к нужной жирности. Если оно более жирное, значит, оно разбавляется менее жирным молоком и, наоборот, добавляется сливки, если оно недостаточно жирности. Затем оно стерилизуется, потому что нам нужно молоко стерилизованное. И охлаждается до нужной температуры. Затем добавляется туда кефирный грибок. Все это выставит с необходимым количеством времени. Затем снова охлаждается. Ну, это вот, это так примерно... Такая долгая процедура. Долгая процедура, да. У нас есть звонок от нашего телезрителя. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Маша. Маша, очень приятно. Скажите, пожалуйста, Мария, любите ли вы кефир? Готовите ли вы что-нибудь с этим продуктом? Я пью каждый день кефир, так как сейчас лето приводит в порядок себя. У меня вопрос к диетологу. Вопрос к диетологу? Конечно. Хорошо. Слушаю вас. Анастасия, вот сейчас я начала пробежку на голодный желудок. Рекомендовали бы вы перед пробежкой выпивать кефир? Выпивать кефир, ну или вообще, собственно говоря, что-нибудь съедать перед какими-нибудь нагрузками? Да, тут вопрос, да, нужно ли на голодный желудок. Я считаю, что нет. То есть цель какая? Если цель снизить вес, да, примерно за 30-40 минут, иногда за час мы не рекомендуем принимать пищу для того, чтобы процесс жиросжигания был более эффективен. Но если вы утром встали, и у вас не просто ходьба, а именно такой вот интенсивный бег, да, то я все-таки считаю, что за полчаса хотя бы можно что-нибудь съесть легкое, но стакан кефира – это как раз то, что утром очень хорошо подойдет. То есть на голодный желудок мы все-таки не идем в фитнес-зал куда-нибудь, потому что необходимо какой-то… Примерно за час, за час, за час. То есть есть, да, иначе она будет, возможно, слабость, головокружение. Вот. Если нет такой цели снизить вес, вы можете съесть и за полчаса что-нибудь, если не ощущаете тяжесть. Но если стоит цель именно снижения веса, то этот период немножечко увеличивается, тогда процесс жиросжигания будет более эффективен. Хорошо. Ну, у нас остается не так уж много времени до конца эфира. Я думаю, стоит немножечко рассказать еще подробнее о результатах прошлого года, когда прошла программа «Время пить кефир». Какие есть результаты, такие наглядные? Действительно, компания проводится уже не первый год. И в прошлом году у нас принимало также большое количество человек, участвовало в этой компании. И я скажу, что результаты были очень хорошие. Ну, во-первых, 47% смогли выдержать этот график. Это для нашего современного мира достаточно хорошо. То есть они пили вовремя кефир, они занимались, они правильно питались. И, соответственно, на выходе мы получили примерно такое же количество людей, около 50%, которым настолько понравилось вот это состояние, что они решили продолжить вот эту вот схему питания. Сделать образом жизни. Да, сделать образом жизни. На самом деле, наши привычки формируются примерно в течение двух-трех недель. То есть если вы хотите, например, не знаю, там, бросить курить или, наоборот, привить какую-то полезную привычку, вам желательно продержаться. Продержаться две-три недели, а там уже пойдет. Две-три недели, и за это время происходит формирование этой привычки, она закрепляется за вами, потом вам дальше уже легко. Получается, что за время вот этой компании мы прививаем какую-то, ну, хотя бы одну полезную привычку, это пить кефир или заниматься спортом. Примерно 27% удалось немножечко снизить вес на несколько килограммов. Около 30% людей заметили улучшение сна. У нас, к сожалению, заканчивается время, но я думаю, что эти цифры уже многое сказали нашим телезрителям. Вам спасибо, что были у нас сегодня в эфире. Ну, а мне хочется сказать, что время пить кефир действительно, дорогие друзья, чувствуете легкость летом. До свидания. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!